однажды рассуждая на тему детского тенниса жена задала мне такой простой прямой вопрос но ответ на который заставил меня порассуждать и открылась очень интересная очень интересная тема как часто игроки у которых возможно не хватало достаточно опыта достаточно информации разносторонней как часто или часто ли или какая есть вероятность того что по сути спортсмен становится ретранслятором той информации тех знаний в которые в него влил там к примеру его тренер один к примеру за карьеру и здесь я хочу звучать правильно я не говорю что это хорошо это или плохо вот и я начал просто вспоминать тех специалистов тех тренеров с которыми мне посчастливилось поработать и я с удовольствием поделюсь вот этим списком потому что на мой взгляд а каждый из этих тренеров каждый из этих специалистов на определенном этапе карьеры оказал существенное влияние на мое развитие и как теннисиста и как личности и в будущем тренера мой первый тренер как я уже в некоторых уроках и видео отмечал был конников вячеслав фимович вот и на мой взгляд мне действительно с ним очень повезло потому что этот человек был во первых ответственного вторых он был действительно и остается энтузиаст своего дела и на мой взгляд почему еще мне повезло именно попасть в руки этого замечательного специалиста потому что он очень много пропускал через себя информации и очень много уделял внимание именно именно становлению правильной техники когда мы начали заниматься в силу своей любознательности он и смелости тренерской использовал очень много интересных и прогрессивных на тот момент методов и в том числе уже тогда на тот момент нельзя сказать что в силу опыта но наверное вот по тренерскому наитию обучал нас действительно большому количеству двигательных программ мы играли в различные виды спорта мы устраивали там какие-то спортландии мы учились бегать прыгать кувыркаться могу сказать что когда мы после двух лет занятий пришли нас дешевый масса издавали какие-то базовые нормативы по фп то мы с большим запасом сделали ну сделали я так имею ввиду практически всех наших сверстников от остальных всех тренеров и это было показательно и я искренне ему за это благодарен за то что он на самом деле заложил в меня вот такой хороший качественный фундамент потом в силу вот культуры той которая была у нас нас дешевый масс я попал в руки к следующему специалисту на мой взгляд абсолютно выдающимся человеку чей день рождения там 70-летие мы отвечали буквально там два кажется года назад вот это аркадий львович и долюман ну вот практически вся советская школа тенниса которые люди которые застали этот период все без заключения знают этого человека это был он и остается он живет в америке до сих пор тренирует это человек который смог создать в советских реалиях советских условиях по сути балетире то есть один плюс один два помощника и практически в каждом возрасте была или первая или вторая или третья ракетка в союзе по мальчикам и по девочкам то есть уровень энергии этого человека мотивации энтузиазма он был такой что 80 процентов детей которые занимались на здесь шор масс они это были дети рабочих которые вот работали буквально вот проходная была там 150 метров от кортов и вот как только заканчивался рабочий день все родители вот так вот как в зоопарке смотрели тренировки потому что это было реально шоу это было реально шоу этот человек смог привить такой неординарный интересный ответственный подход и любовь к теннису то есть мы действительно наслаждались той средой которую он смог создать в этом очень большом и таком разношерстном коллективе то есть это мальчишки девчонки разбежка по возрастам была очень широкая и к слову говоря он ездил он был тренером сборных команд ссср в некоторых возрастах и в те времена выезжал за рубеж что само по себе было уже призванием после аркадий львович и одолимана я мне посчастливилось попасть в руки наших белорусских теннисных скажем так мушкетеров это леонюк тетерина тихонко и димиденко которые на тот момент уехали работать в нью-йорк в теннисный клуб и пригласили меня и татьяна пучек тренироваться там учитывая что ровно полгода до этого я выиграл последний чемпионат первенство праздника последнее первенство снг среди своих юниоров я думаю это было интересное решение для них пригласить топовые юниора тренироваться в клуб ну а для меня и для тани пучек это была огромная возможность потому что были абсолютно непростые времена это был девяносто третий год и все было совсем не просто и к слову говоря это был очень интересный очень плодотворный очень интересный период по какой причине я уехал туда практически ну практически один то есть родители остались здесь и я около двух лет практически был оторван от дома я жил в семье вот этих вот уважаемых людей мы тренировались нас устроил меня устроили в школу это был такой этап на мой взгляд очень важно вообще в становлении меня в том числе как личности потому что в 16 лет мы колесили с друзьями по америке играли соревнования выигрывали ходили в школу это было очень далеко родители были далеко и наверное вот становление вот личности оно происходило там вот формирование какая-то независимость понимание того что я могу и вместе с тем конечно колоссальным примером был сергей николаевич леонюк потому что ну про этого человека просто ходили легенды про его силу воли про его тактическую грамотность и к слову говоря в клубе в котором мы тренировались проходили такие турниры среди мужчин там с каким-то вступительным взносом и они вот периодически сами в них участвовали и это просто надо было видеть когда уже такие семьянины семейные мужчины такие именитые там затягивали финалы трехчасовые устраивая просто дерби между собой но это было реально школа жизни и именно в тот возраст когда на мой взгляд куется вот такой пацанский вот мужской характер то есть это было вот прям то что надо когда надо дальше получилось так что мне посчастливилось поработать в том числе сергеем скакуном сергей скакун был мастером спорта и так случилось что где-то в возрасте 26 27 лет он заканчивал я в этот момент был юнцом там 18-летним и для нас конечно там сергей скакун для меня тогда был большим авторитетом потому что он гремел тоже в том числе на весь советский союз и отличительная черта сергея было это очень глубокое понимание тактики то есть у нее были некоторые моменты там в игре задней линии но как он шикарно понимал корт как он здорово эффективно ходил вперед и я думаю что в том числе его заслуга это моя победа на юниорском он был доня и я с удовольствием всегда как бы об этом вспоминаю и вот благодаренному за его участие в моей карьеры после этого мне посчастливилось попасть к одному из наверно вообще лучших специалистов в мире гюнтере брезнику мы познакомились на сборе во время межсезонки который проводил андрей медведев на тот момент у на на топ-20 еще был вот и под руководством боба бреда и приехал один из ребят которые тогда тренировались у гюнтера брезника вот нас бобрет и андрей медведев познакомили мы делали совместный сбор и там мы познакомились гюнтером брезником и договорились попробовать и собственно говоря у него академии в вене я проводил подготовку где-то около наверное 6 7 месяцев играл клуб клубные матчи и в том числе а под его руководством под под его руководством с девяносто восьмом году в 20 лет сыграл свой первую основную сетку турнира большого шлема и дошел до третьего круга нобулдоне это конечно было также большая его заслуга и многому у него научился потому что у него подход очень такой мне нравится такой хардкоровский много труда много работы на технику мало извините за выражение мало соплей то есть все очень предметно и значит этот мир он не для слабых этот мир он для сильных хочешь побеждать в этих джунглях трудись будь честен с самим собой со своим окружением и если у тебя хватает способностей и трудолюбия то у тебя есть шанс я снимаю также перед ним шляпу очень много от нему научился и в подходе философии технические моменты после этого мне посчастливилось работать тоже с удивительным человеком с владимиром другуном те ребята которые вот из беларуси 1 1 из ярких звезд белорусского тенниса в свое время левша и как присущи всем левшам исключительно интуитивный человек и он мне учил меня и объяснял мне то что профессиональный теннис вот уровень на который я поднялся он должен быть разноплановым то есть это не должно быть просто ставка на сильный форхенд сильный эйс и забить соперника задней линии там дышим даже не нужно блок сетки ти он мне объяснял что в теннис можно играть умно что можно намного больше выиграть очков если ты действительно читаешь ситуацию на корте и можешь прогнозировать какие-то вещи это было шикарное время он на непростое время потому что как оказалось мы с ним оба родились в один день и и два овна конечно рожденных в один день это была непростая история но очень эффективная и и царство ему небесное я благодарен ему за то время которым не уделил далее мне посчастливилось поработать под руководством еще одного на мой взгляд одного из признанных специалистов в мире тенниса это альберто кастеллани он вместе с тони надалем согласие создали такую мощную организацию называется global professional tennis coaching association ассоциация профессиональных тренеров и он до сих пор активно ездит с семинарами по всему миру иногда по приглашению там федерации иногда по приглашению частных клубов очень много информации передает занимается биоэнергетикой и мне удалось поработать под руководством этого на мой взгляд такого легендарного тренера вместе с его учеником клаудио пистолезе который также был очень сильным итальянским профессиональным теннисистом у нас была сильная команда и я также много впитал в себя вот подхода такого в хорошем смысле итальянского мы делали очень много уфп занимались с такой классической базы легкоатлетической мне удалось впитать себя скажем такой ну итальянскую теннисную школу мы занимались много такой хорошей фундаментальной работой по фпс одним из тренеров который был профессиональным легкоатлетом мы изучали много грунтового тенниса вот занимались биоэнергетикой то есть альберто приоткрывал такие вообще интересные области теннисной там психологии там тактики которая до этого может быть я сильно туда они не двигала отдельное несколько слов скажу о человек из которой мне с которым я вообще познакомился с работой по фпс юрики еще моисеевичем и работали мы тогда когда мне было 17 лет он готовил меня физически к моему он был дон и юниорскому который я выиграл и для меня это было очень полезно потому что через призму легкой атлетики я увидел насколько организован насколько структурирован вообще подход к тренерской работе и это то чего конечно в теннисе я не так много видел то есть для меня было это очень полезно так сложились обстоятельства дальше в моей уже тренерской карьере что практически со старта я какое-то время уже работал сам капитаном кубка дэвиса и некоторое время но довольно быстро ситуация так сложилось что я попал в абсолютно удивительную команду к марии шараповой спарринг-партнером и тренером ассистентом и работали мы в этой команде под руководством еще одного легендарного тренера без преувеличения томаса хокстата и могу сказать что он конечно научил меня многим хитростям и приоткрыл глаза на многие уже чисто тренерские моменты в работе с топовыми спортсменами и там очень много интересного и для меня это был такой отдельный вообще кусок тренерской уже работы и конечно здесь и отдельная благодарность и марии потому что вот находиться рядом с таким чемпионом и учиться работать взаимодействовать с атлетами такого уровня это огромный огромный огромная радость и бесценный опыт работая с марией мы также тесно взаимодействовали с одним из лучших тренеров по фп в мире такой ютака накамура он долгое время возглавлял программу по фп в академии нико болитери теперь это называется ам g и кстати говоря сейчас снова был возглавлял эту программу до недавнего буквально времени если я не ошибаюсь сейчас этого недавно пригласила в команду науми осака вот отдельным отдельным также периодом и интересным очень с точки зрения такого развития было взаимодействие с еще одним на мой взгляд великим легендарным тренером по фп это абдулам силахом потому что он стоял скажем так у истоков вообще физической подготовки сестер вильямс об этом много где не говорилось но тем не менее этот человек тот который скажем так лепил фундамент общей физической специальной физической подготовки этих ли абсолютно легендарных теннисисток так случилось что проработав с ней вместе полтора года в белорусской теннисной федерации многие спортсмены сделали существенный прогресс и в том числе спортсмены с которым работал я и это в том числе конечно же заслуга и абдула к слову говоря буквально полгода спустя после того как он уехал из белоруссии он начал работать в команде слоун стивенс и буквально там восемь месяцев спустя она выиграла и us open после этого он попал в команду науми осака она выиграла два гранд слэма то есть вот такая получилась ситуация и в итоге жена которая начала этот вопрос попросила рассказать свой опыт работы со специалистами ну лично мне просто рассказывая об этих людях стало очевидно что я должен поделиться также вот это вот информацией и рассказать о том что многие из тех вещей которые я говорю они не сформированы только мной но это синтез всего того опыта того жизненного пути в профессиональном спорте во всех его практически проявлениях это третья ракетка мира среди неоров в том числе победа на гранд слэме это 25 ракетка мира это капитанство в команде кубка дэвиса и вот весь этот опыт но на определенном этапе он требует выхода и все так срастается что каждый из этих специалистов на определенном этапе моей спортивной жизни в начале как спортсмена потом как тренера оказал определенное влияние и где-то дополнил где-то подтолкнул в каком-то направлении и в итоге вот сформировалась определенная философия до такой короткий путь вот выжимка из всего того что каждый из этих специалистов чему меня учил и вот он я с моими знаниями с моей информацией и я готов делиться делать это искренне и мне это очень интересно я не останавливаюсь на достигнутом много читаю и надеюсь что информация которую я несу она расширяет наш круг людей для которых теннис это не просто средство к существованию это идея эта жизнь это это дело жизни и это место личностной реализации и особенно приятно что в моем случае меня поддерживает моя жена и достойные их немного но звезды друзья благодарю мы говорим за субтитры и просто готовы и и и и и Продолжение следует...